Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Барнауле рассказали о новых авиа- и железнодорожных направлениях. Как себя сегодня ощущает транспортная отрасль Алтайского края. Первый класс с первого раза. В краевой столице пообещали, что проблем с зачислением детей в школы не будет. 700 свечей, мокрые глаза и все еще шок. В Барнауле почтили память погибших в Крокус-Сити-Холле. В Алтайском крае талые воды подступили к домам и приусадебным участкам. Об этом сегодня в социальных сетях, а также нашему телеканалу сообщили жители региона. И тут продолжает наполняться погреб. Такие кадры с подтоплениями опубликовали в социальных сетях жители Первомайского и Бийского районов. По кадрам из Первомайского видно, что талые воды зашли на приусадебные участки. Люди жалуются на то, что пока никто не оказывает помощь в борьбе со стихией. В селе Верхкатунска и того хуже. Местные вынуждены добираться из одной точки в другую на лодках. Власти региона сообщили, что под угрозой подтопления в этом году находится почти 40 районов и более 180 населенных пунктов. Тем временем в Алтайском крае уже зафиксировались первый пал травы. Сухостой загорелся в Аллейском районе в километре от поселка Завета Ильича. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасатели напоминают жителям, а сейчас они усилили профилактическую работу. Если есть необходимость сжечь сухую траву на большой территории, то сделать это можно лишь по согласованию с подразделением пожарной охраны и другими контролирующими органами. К другой теме. Цветы, свечи, слезы. Жители краевой столицы на мемориале славы зажгли сотни огней в память о погибших в чудовищном теракте в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Вечером 25 марта Барнаул присоединился к всероссийской акции «Журавли», которая проходит сейчас по всей стране. К акции памяти присоединилась и наша съемочная группа. 700 свечей у мемориала славы сотни жителей города. Под песню «Журавли» Муслима Магомаева выкладывают фразу «Барнаул скорбит» и фигурку летящего журавля. Журавли, олицетворяющие погибших Великую Отечественную войну солдат, стали символом людей, погибших от рук террористов в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Эти три дня, которые сейчас все мы переживаем, они тронули нас так, будто там погиб кто-то очень близкий человек. Такого просто быть не может, такого быть не должно. И сейчас очень важно, что люди в этом горе объединились. Страшнее все, когда гибнут дети, потому что мы оба учителя, поэтому мы это прекрасно понимаем. Когда сегодня дочь пришла с института и сказала, что такая акция, первым делом позвонила Ольге Михайловне и сказала, что мы должны быть здесь. Радует, что молодежь вокруг. Но смотреть эти кадры просто невозможно. И до сих пор включаешь и боишься, что еще будут погибшие. Напомним, вечером 22 марта в Крокус-Сити-Холл ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по охране, зрителям и подожгли здания. Число жертв увеличивается с каждым днем. К этому моменту уже 139. Чудовищная расправа потрясла всю страну. Алтайский край не остался в стороне. Очень сложно говорить. Мы сочувствуем и сопереживаем всем семьям пострадавших, всем, кто погиб. Очень было тяжело смотреть новости на основную ленту. Мы сопереживаем всем родным и близким, те, кто там был. И тогда даже те, кто выжил, они все равно получили огромную травму. И мы здесь, чтобы показать, что мы за них сопереживаем. Желаем скорейшего выздоровления всем, кто был ранен. Акция «Журавли» проходит по всем городам России. Ее поддерживают десятки тысяч россиян. Люди размещают бумажных птиц на окнах, силуэты журавлей устанавливают в соцсетях, несут бесконечное море гвозди к мемориалам и зажигают памятные свечи. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком. Колоссальное увеличение числа улетающих, доминирование автобусов и маршруток, новая техника разного типа. Это одни из самых интересных тем, которые поднимались сегодня на конференции по транспортным итогам 2023 года. Какие новые направления откроются для поездов и самолетов, а также о том, как речные суда спасают дороги региона, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. 2023 по праву можно считать годом обновлений для транспортной отрасли Алтайского края. 65 новых автобусов, 10 белорусских трамваев, один земснаряд и три новых электропоезда. Благодаря новым составам и программе развития туристических маршрутов в регионе летом будет запущено 5 новых ЖД-туров, в том числе Барнаул-Яровое. Подобная мера направлена на удобство пассажиров. Для этих же целей сокращают время в пути. Что касается воздушного транспорта, он почти восстановился после пандемии. Во-первых, хоть и незначительно, но увеличилось число вылетов. Во-вторых, пассажиропоток стал больше на 15%. Люди чаще всего отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Скорее всего, тенденция роста продолжится, поскольку возобновятся полеты в Казань и Пермь. Также стали появляться регулярные рейсы в другие страны. Наши партнеры, компания «Зуруэль» начала выполнять рейсы в Таиланд. Планируем обеспечить выполнение данных рейсов на протяжении круглого года. С конца апреля готовим старт к выполнению прямых рейсов международных по направлению в Турцию. В 2023-м люди чаще стали предпочитать автобусы и маршрутки электротранспорту. Количество перевезенных пассажиров в трамваях и троллейбусах уменьшилось на 14%. Причина – реконструкция мостов в Бийске и Барнауле. Другой немаловажный ремонт связан с дорогами. По нацпроекту отремонтированы почти 800 километров. Притом материалы теперь используются преимущественно алтайские. Помогает беречь дороги водный транспорт. За 8 лет количество грузоперевозок по рекам увеличилось больше, чем в два раза. А значит и нагрузка на трассы стала куда меньше. Данил Кузнецов, Михаил Филиппов. День с толком. Соленые грибы, произведенные в Барнауле, изъяли из торговых сетей Иркутской области. Из-за их употребления в пищу двое жителей Иркутска попали в больницу с предварительным диагнозом «батулизм». Грибы произвел индивидуальный предприниматель из Алтайского края. В управлении Роспотребнадзора Иркутска отметили, что поставили в известность коллег из нашего региона, чтобы те приняли меры к изготовителю продукции. Напомню, в середине марта в селе Гуселетово в реанимации скончалась семейная пара. Одной из возможных причин их гибели тоже называют «батулизм» из-за зараженных пищевых продуктов. По данному факту заведено уголовное дело, проверяется мясная продукция местного магазина. Но мы переходим к другой теме. Проблем с зачислением детей в школы Барнаула не будет. В этом уверилось сегодня руководство комитета по образованию Барнаула во время пресс-конференции. Ее посвятили старту приемной кампании в первые классы. Заявления от родителей первоклассников начнут принимать с апреля. Подробнее в сюжете Елена Макаренко. Уже на следующей неделе родители будущих первоклассников в Барнауле смогут начать ощущать вступление семьи в новый период. С апреля школы города будут зачислять детей, которые этой осенью впервые сядут за парты. Подать заявления, как и в прошлом году, можно разными способами. Всего их четыре. В электронном виде через портал государственных услуг. Это в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края. Это при личном обращении в школу непосредственно и через почтовое письмо с уведомлением. Как и в прежние годы, зачислять первоклассников будут в две волны. Первоочередное право есть у детей участников СВО. Затем преимущество у детей сотрудников правоохранительных органов и тех, чьи братья и сестры посещают данную школу. Немаловажное значение имеет и место прописки. По этим критериям большую часть первоклассников загрепят за школами в первую волну зачислений, которая продлится до конца июня. Второй этап приемной кампании с 6 июля по 5 сентября для детей, не проживающих на закрепленной территории. Если ребенок, допустим, не попадает в данную школу, соответственно, родители должны обратиться в комитет по образованию, где мы в комитете по образованию подскажем, в какую из ближайших школ можно будет подать заявление, где есть свободные места. В любом случае, говорят специалисты комитета по образованию, никто вне школы не останется. Тем более, что в этом году конкуренция за место будет не столь жесткой, как прежде. Первоклассников по сравнению с 2023, к примеру, на 500 человек меньше. А это значит, шансы попасть в школу рядом с домом или просто желаемую уже возрастают. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Быковскую среднюю школу Шипуновского района, вопреки надеждам жителей села, не отремонтируют в этом году. Школу исключили из списка федеральной программы по капремонту, а в краевую адресную инвестиционную программу не включили. Об этом накануне стало известно родителям учеников. Напомним, год назад их школу закрыли из-за аварийного состояния. Там обрушился потолок. Тему продолжит Юлия Щепина. Вот наша ветхая Быковская школа, которая ни разу не видела капитального ремонта. Уже год жители села Быково Шипуновского района бьют тревогу, борются за школу и обращаются во все инстанции. Напомним, после обрушения потолка в Быковской СОЖ учреждения закрыли на неопределенный срок. Наш телеканал уже освещал проблему в октябре прошлого года. На тот момент 80 учеников ездили в Шипуновскую школу номер 2 за 13 километров от села Быково. Битва за капитальный ремонт здания идет с 2015 года. По словам родителей, администрация района по-прежнему не на их стороне. Месяцы идут на счет. Все, школа постояла без отопления зиму. Вот что происходит. Они надеются на то, что оно просто разрушится и будет якобы нерентабельно ремонтировать данный объект. Сейчас дети учатся в здании конторы СПК Быковский, за которой, кстати, тоже пришлось вести борьбу. Председатель конторы и родители сами подготовили классы к учебному процессу. Однако есть очередное «но». Срок аренды заканчивается в июне. Да и родители хотят, чтобы их школу наконец-то отремонтировали, как и обещали. Так, по ответу Минпросвещения Российской Федерации, наша школа находилась на третьем приоритетном месте в списке, поданном от Алтайского края на федеральную программу модернизации школьных систем. В итоге наш объект исключен из списка из-за ошибки в пакете документов, поданных администрацией Шипуновского района. Нужна была государственная экспертиза в состоянии здания школы, а провели частную. Да и с краевой программой по капремонту на 2024 год, судя по распоряжению краевого правительства от 8 декабря 2023 года, жители села Быково тоже пролетели. Нас обещали включить в Каир. Но вчера мы узнали, что нашей школы в списке опять нет. Просим пересмотреть списки КАИП и включить Быковскую школу имени Джурко в краевую программу по капремонту на 2024 год. Но глава района в своем ответе утверждает, для проведения капитального ремонта здания Быковской СОШ разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение специализированной организации. Ожидается, что в ближайшее время Министерством образования и науки Алтайского края будет рассмотрен вопрос о включении Быковской СОШ имени Джурко в краевую адресную инвестиционную программу. Несмотря на это, жители села считают, никто не заинтересован в восстановлении школы. Как итог, дети продолжают страдать, а родители задаваться вопросом, что же еще они могут сделать, чтобы сохранить школу. Юлия Щепина, День с толком. Уже в апреле более 15 тысяч медицинских работников края получат повышенную социальную спецвыплату. Для некоторых она может составить 50 тысяч рублей в зависимости от места проживания и занимаемой должности. С 1 апреля проиндексируют и социальные пенсии. Средний размер индексации составит 900 рублей. Сегодня в Барнауле подвели итоги первого года работы после объединения двух структур Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Подробнее расскажет Татьяна Голубева. После объединения двух фондов число очных посещений населением офисов нового социального фонда выросло на 50%. При том, что многие предпочитают электронный формат взаимодействия, а не личный. Шли в основном за разъяснениями, в том числе и по новым выплатам. Особое внимание уделяют участникам СВО и их семьям. В каждой клиентской службе за этими людьми закреплен отдельный специалист. Для удобства не только этих людей, но и других в офисах немного поменяют режим работы. Мы осуществляем прием граждан в режиме рабочей недели, но уже с марта этого года прием будет осуществляться еще и в последнюю субботу месяца. То есть вот уже 30 марта мы ждем наших граждан на прием. Каждая клиентская служба будет открыта. После объединения двух фондов единое социальное число вакансий сотрудников увеличилось и составляет сейчас 9%. Говорят, никого не уволили, полномочия перераспределили, но кто-то покинул место работы по своему желанию. При этом руководитель отметила, что все обязательства по соцвыплатам, в том числе пенсионерам, выполняются. Уже с 1 января 2024 года на 7,5% были проиндексированы пенсии не работающим гражданам, страховые пенсии не работающим гражданам. Средний процент увеличения составил 1400 рублей. С 1 апреля также в беззаявительном порядке мы проиндексировали на 7,4% социальные выплаты. С апреля на 900 рублей увеличатся социальные пенсии, проиндексируют и специальную социальную выплату медработникам. Максимальная выплата врачам в районных больницах, в населенных пунктах, где живут до 50 тысяч человек, может составить 50 тысяч рублей. В августе перерасчет пенсии ждет работающих пенсионеров. Ну а в планах на 2024 год приоритет будет отдан работе с участниками СВО и их семьями, причем в проактивном режиме. Иными словами, без необходимости писать заявление на выплаты. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Новый вид сыров может появиться в Алтайском крае. В колледже сыроделия обсудили перспективы развития отечественного сыра в условиях санкций. Могут ли алтайские фирмы полностью заменить иностранные марки сыров? Расскажем далее. Я думаю, все профессионалы, вы знаете, как оцениваются сыры. Но я бы хотела еще раз напомнить, что наши вкусовые рецепторы языка находятся неравномерно. Одно дело сыр просто есть, а другое есть его правильно. Это целая наука. На мастер-классе «Сырный сомелье» барнаульским экспертам напоминают, как же нужно дегустировать сыры. После того, как мы проживали, профессиональной дегустацией, конечно, мы это все выплевываем, и только остатки проглатываются. Так как у нас такая более средняя дегустация, мы можем проглотить полностью и ждать после вкуса. Экспертам, а это студенты колледжа сыроделия, представители молочных предприятий, дали попробовать несколько видов сыров отечественного производства. Все это проходит в рамках регионального чемпионата профессионалы, где затрагиваются компетенции от производства молочных продуктов до парикмахерских, IT и многих других сфер жизни. Всего 56 направлений. На одном из них эксперты разбирали проекты студентов, направленные на создание новых видов сыров, которые в будущем, возможно, полностью заменят импорт. Осенью мы пробовали делать сыры с плесенью, которые, в принципе, на предприятиях крайне не производились раньше. Вот у нас первый опыт есть, мы будем дорабатывать, будем в этом направлении совершенствоваться. То есть можно сказать, что здесь возможно дородится какой-то новый вид сыров? Ну, конечно. Который потом придет продам. Можно такое? Возможно такое. У нас сыр с медом сделали в прошлом году, медовые корки сделали. Студентка наша, она сейчас тоже там, она участница чемпионата, она предложила свои сырки с медовой пчелиной пыльцой. Возможно, через время мы увидим на полках магазина тот самый сыр, который когда-то создал студент Алтайского колледжа сыроделия. И его формулу использовало крупное предприятие по производству молочных продуктов. Такой алгоритм сказывается в первую очередь на импортозамещении и на развитии своих видов сыров. Ирина Корчагина, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Как быть мамой, женой и успешным предпринимателем? Сегодня в Барнауле женщины, руководители лучших российских компаний рассказали не только о своем успехе, но и о поражениях. Наша съемочная группа побывала на крупном женском форуме, который объединил 600 жительниц Барнаула. Подробнее в сюжете. Хочется быть успешным человеком. И в целом реализовать себя не только, как все привыкли в материнстве, хотя в этом тоже нет ничего плохого. Со стороны кажется, что, например, ваять сувениры из гипса легко, но в любом предприятии нужна смелость, чтобы начать. Тема страхов одна из главных на форуме с любовью о бизнесе, который объединил 600 участниц и экспертов со всей страны. Самый большой страх – это страх публичного выступления. Он стоит на втором месте после страха смерти. Почему? Потому что, когда мы начинаем говорить о себе, заявлять о себе, у нас с вами появляются все какие-то моменты неполноценности, которые есть внутри. И постоянно я работаю со стеснением женщин. Женщина умеет действовать, не думая. Это и плюс, и минус, говорят эксперты. Несмотря на большой запас энергии, часто из-за неуверенности в своих силах женщина выбирает семейный бизнес, чтобы иметь опору на сплоченную команду. Я никогда не самоустраняюсь. Наоборот, всегда в курсе событий стараюсь быть. И наша компания тоже старается соответствовать и всем тенденциям, и современным экономическому состоянию в стране. Самостоятельные бизнес-леди стараются сохранять свою женскую природу и не подражать коллегам-мужчинам, привыкшим вести переговоры жестко. Когда ты на работе требовательный, когда ты жесткий, и ты должен прийти домой и стать совершенно другой. Милой, нежной, спокойной, заботливой. И смена этих ролей, она дается не каждой. На форуме также обсудили, как сегодня важна бесплатная поддержка предпринимателей. Юридическая, финансовая и не только. 70% из тех, кто обращается за этой помощью – женщины. Хорошо вам известны образовательные программы «Малопредприниматель», которые дают возможность женщинам в декрете или женщинам с несовершеннолетними детьми открыть собственное дело. Это и различные финансовые инструменты, которые предоставляются вам в приоритетном порядке на льготных условиях для реализации ваших проектов. Кто женщина огонь, а кто воплощение другой стихии? Участницы форума сделали выводы, узнав себя в историях экспертов. Теперь созидать и применять новые знания в жизни. Сейчас время творчества, время соединения. И мы, обмениваясь опытом, делаем наш мир просто краше, прекраснее. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас все еще работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok